Вот это было мне 20 лет, и читаю я из города Москвы, в Библии есть москвы, мокрое место. Основатель Москвы кто? Юрий Долгорукий, князь киевский. Чего он был Долгорукий? У нас руки так, а у него за колено было, и вот так и назвал Долгорукий Юрий. И он говорит, я иду на север, и там пустые места, и я буду эти места присоединять к Киевской Руси. Тогда были пустые места. Ну болота, так же и называют, болота. Ага, ага, он пришел туда, ну своей свитою, а там было там комары, значит, те самые мухи, и речка эта течет. И он говорит, Боже, как это место назвать? И он взял табличку, написал, москвы, мокрое место, и комары, и москвы. Ага, мокрое, вот мокрое. Поставил табличку, что он так назвал, и говорит, идемте свицы, а там бежать мордва. Дикые люди были мордва. У них своя релігия. Один был человек, три женщины в него, а с женщинами бежать дети. Он убил оленя и стрелы, сделал, значит, костер. Они зарезали оленя, съели и побегли дальше. А это все написано так же, эта история? Это написано в книгах специальных. Он приезжает в Лавру, и монаху старому каже, ой, я там поставил заставу наша земля. По москве, ой, ты знаешь, что это за город? Не, не знаю, по святому письму, цей город сгорит за один час. Когда же он сгорит, скажите мне? Мы уже ждем, чтобы он сгорел быстрее. В днях, або и раньше. А как раз спонсор этого пакета, у меня работа, офис, и мы працюем против украины агрессора, как раз против них. Молодцы. А сколько вам лет? Ну, молодые хлопцы. Молодые, ну хорошо. Так что вам хорошего дня, кушайте, приятного аппетита. Так я хочу вам сказать, а цей монах сказал, что тот город сгорит за один час. И Юрий Долгорукий сказал, похороните его в Киеве, не там. Раз тот город сгорит, я не хочу сгорит. Пошла в Владимирский собор, знаете, где Владимирский собор? В центре. Да, в центре. Пришла, а мне говорят, приехал человек, который в лесу молится. Он приехал поклониться святой Варваре. А Варвару у нас в Греции привезли, знаете, для укрепления веры. Вон он идет, такой маленький, сивый старичок. Я говорю, вы отец Иоанн? Да. Я говорю, это правда, что в Библии написано, что Москва сгорит за один час. Это правда. Но перед этим Киеву здорово попадет. Вот так уже нам попало. Ну, нам уже попало, значит ждем. Да, хорошо попало. Ждем пока. Киеву здорово попадет. А потом она сгорит за один час. Ну, мы будем в это верить. Правильно? Ну, знаете, что это так и будет. Все. И вот я уже жду, жду. Я тоже жду. Чекайте, чекайте и знайте.